Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о том, как перенести данные из одной таблицы в другую. Соответственно, для этого нам необходимо иметь общий столбец в одной и второй таблице. То есть у нас есть таблица, откуда берутся данные, а вторая таблица, соответственно, откуда они подставляются. Первая функция, которую мы сегодня изучим, это функция WPR, вертикальный просмотр решений. Далее выбираем первый аргумент. У нас получается искомое значение, то есть то значение, для которого мы ищем цену. Далее выбираем таблицу для импорта. Нажимаем F4. После выбираем номер столбца. В данном случае это 1, 2, то есть в столбе с ценой во второй таблице это у нас 2. Окей. И, соответственно, единица или ноль, где ноль это точный критерий поиска, соответственно, единица приближенная, в данном случае ноль. И растягиваем двойным щелчком в правом нижнем углу. Обратите внимание, что когда мы используем двойной щелчок слева или справа от заполняемого столбца, у нас должен быть заполненный уже столбец или данными, или значениями. Если такого столбца нет, необходимо в правом нижнем углу найти указатель черного крестика, зажать левую клавишу и растянуть, соответственно, вниз. Окей. Далее, к тому же принципу, мы можем переносить категорию. Пишем функцию ВПР, искомое значение, выделяем таблицу поиска, фиксируем ее F4. Фиксация происходит для того, чтобы при протяжке вниз у нас не смещался диапазон для поиска. Далее выделяем номер столбца с категорией, это, соответственно, третий и ноль. Номер столбца у нас считается в таблице для поиска, то есть 1 это наименование, 2 это цена за килограмм, и, соответственно, 3 это категория. Далее делаем заполнение и получаем результат. В данном случае таблица у нас была сформирована вертикально, существует таблица, которая у нас сформируется и по горизонтали, как мы видим сейчас на экране. Пишем функцию ГПР, это горизонтальный поиск или горизонтальный просмотр решений, выделяем ячейку, для которой мы будем подбирать цену, выделяем таблицу поиска, фиксируем ее, нажимаем F4, и, соответственно, номер строки. В данном случае это у нас 1, 2 и, соответственно, 2. Тип сопоставления 0. Выделяем. Для того, чтобы аккуратно растянуть формулу вниз, мы можем сделать фиксацию по строке. Получается цена 23, и внизу, соответственно, номер строки. Изменив, мы получим категорию. Адресация в данном случае у нас идет построчно. Какие правила есть в использовании этих двух функций? Во-первых, необходимо, чтобы таблица, в которой мы будем искать, имела следующую структуру. Строка поиска должна быть обязательно верхняя. Если вертикальную таблицу рассматривать, столбец для поиска должен быть крайне левый. То есть, если у нас, допустим, здесь был бы столбец, нам необходимо было выделение для поиска «Производить отсюда». Итак, отлично. Теперь переходим к практической части занятий. У нас есть номера объявлений, которые показывались в регионах или в городах Московской области. И нам необходимо их перенести, соответственно, в регион. Здесь мы можем рассмотреть различные выделения вариантов таблицы. Первый вариант – это когда мы пишем ВПР, искомое значение. Далее выделяем столбцы и таблицы. После чего определяем номер столбца, в данном случае для региона это третий. И, соответственно, ноль – это интервальный просмотр. В каких случаях мне рекомендуется выделять столбцами? Все дело в том, что если у нас таблица имеет большой объем, да и мы выделим таким образом, то получается, что внизу у нас данные могут также быть повторно подтянуты из нижних таблиц. Понятное дело, что функция ВПР находит только первое вхождение. Да, но нам-то необходимо понимать, откуда это вхождение и с какой таблицы. И поэтому давайте я покажу еще один из вариантов. То есть, если мы сделаем Ctrl-A, назовем «база», да, соответственно, данная таблица у нас уже будет иметь определенный размер. Далее, что мы пишем? Мы пишем функцию опять ВПР, искомое значение F2. Далее, если мы нажимаем F3, это получается у нас база. После чего нам необходимо выбрать столбец с регионом, да, соответственно, также третий и тип сопоставления 0. Получаем тот же самый результат. Также после переноса необходимо проверять, да, как отработала функция. Если мы выберем фильтр, поставим критерий, да, мы запомнили, что это у нас риотов, да, мы видим, что у нас отобразился риотов. Значит, функция у нас отобразилась правильно, и это классно. Переходим к задаче номер 4. Задача номер 4 по тому же принципу. То есть, равно в данном случае ГПР, искомое значение это номер объявления. Далее, выделяем таблицу для поиска, номер строки и, соответственно, тип сопоставления 0. Выделяем, нажимаем вправо и получаем результат. Если у нас таблица находится в разных листах или в разных книгах, непринципиально, можно, допустим, создать также доименованный диапазон для таблицы и уже через нее сделать автоматическое заполнение. Окей. То есть, мы выделяем таблицу, даем ей название, понятное, да, база ГПР. Обратите внимание, что когда я пишу имя, я каждое новое слово пишу с большой буквы. Это верблюжья нотация, да, как бы она принята для использования функции. Окей. Пишем равно ГПР. Далее, искомое значение F3 базы ГПР. Тип сопоставления у нас в данном случае 0, номер строки 3 и, соответственно, 0. Окей. Выделяем. Протягиваем вправо, получаем результат. То есть, если вы будете делать импорт из соседней книги, да, Ctrl F3, имена у вас будут здесь на соседнюю книгу, то при изменении, да, в той книге и при наличии открытых двух книг, данные будут обновляться, да, и, соответственно, подтягиваться сюда. Также диапазоны можно, также диапазоны можно преобразовывать в константы массивов, но это уже совсем другой разговор. Да, в данном случае мы разобрали, как нужно переносить данные из одной, таблицы в другой, какие здесь есть нюансы, да, и как можно воспользоваться функцией ГПР, в каком случае, и, соответственно, в каком случае функции ВПР. С вами был Полянский Алексей. Подписываемся на канал, не стесняемся. Впереди будет много интересного. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok